В этом варианте я указала только пластины, так как и красный, и любой бежевый лак можно использовать в принципе любого цвета. А вот сейчас покажу вам еще одну вариацию с совкой. Вот такой вот маникюр у меня вышел. Здесь вот лаки указаны. И в следующем номер пластины, посмотрите, я использовала вместо губки, использовала бигуди. У меня много разных штук бигуди было, это было не очень пригодно. Я решила, что возьму-ка я вместо губки бигуди. Поэтому на все ваша фантазия. Вот такой вот яркий, просто сочный маникюр у меня вышел. А вот мой любимый Риммль 500 сейчас пойдет. Тут будет три варианта в разных местах с этим лаком. А вот и нефтяной опиай. Безумно красивейший цвет и очень известный цвет. Вот я решила сделать на нем такие вот пузырики. Очень красиво смотрится. И, к сожалению, на самом деле фотографии не передают вот этой всей красоты. Вот этого перелива его. Который получается на ногтях вот с этими пузыриками. Просто шикарно выглядит он в жизни. Вот еще один Риммль 625. Я купила вот себе два таких этих. М64 и М65. Вот такой вот маникюр у меня вышел. Очень милый, очень нежный и очень красивый. Просто безумно смотрится, конечно. Шикарно. И я, наконец, нашла применение вот этому маленькому лаку Коннет. Опять же, Риммль и Ланком. Ланком, честно скажу, лак не мой. Просто остался, так скажем, в подарок родственницей. Дальше пойдет вариация на нарощенных ногтях. Было такой момент, что мне сделали нарощенные ногти. И я решила немного скрасить зеленый френч и нарисовать цветочки. Опять Риммль 500. И уже опиай такой золотистый. Я просто сверху покрыла. Если видите, отблик золотистый. Поверх вот этого Риммль 500. Покрыла золотистым и нанесла картинку штампиком. Очень классный. Ну и это самый такой последний, самый свежий маникюр. Спасибо. Спасибо. Спасибо.